Я так начал задумываться, каждый раз пожил в разных странах. Ну, всё там тоже красиво, везде красиво, везде всё интересно. Ну, спокойнее, и корни-то здесь. Представьте, из почвы, допустим, перевезти растение и посадить там в сахару. Ему тяжело будет адаптироваться, надо постоянно подкармливать, давать влаги. Наши, вот мы коренные, конечно, охота, чтобы многие обратно на эту почву вернулись, потому что корни здесь, энергия, она идёт из земли. Вот и всё. 120 километров от Минска, Карельский район. В этих местах у мамы Владимира дачный домик, и со временем они стали для него малой родиной. Вырос, поступил в университет, получил профессию инженера-механика. Потом работал менеджером, поездил по миру и вернулся. Ведь так горят глаза только здесь. Владимир. Всё. Просто Владимир. Владелец фермы. Даже не знаю, как мне представиться. Не хочу себе ярлыки никакие вешать. Почему сложилось так, что он построил собственную улиточную ферму, не может объяснить до сих пор. Когда-то попробовал улиток в Испании, и 10 лет назад стал выращивать их в мамином сарае для себя. Узнавал, как готовить, всё больше друзей приезжали на дегустацию. И настаивали на том, что деликатес должны попробовать все. Но эта история не об улитках, точнее, не только о них. Ведь найти действительно своё дело всегда помогает любовь. Ну, с респекторией 10 лет тоже вместе. Даже, да, юбилей отметили недавно. Десятилетней совместной жизни. Вот. И она меня всегда во всём поддерживала. Конечно, без неё у меня бы ничего не получилось. Я бы ел улиток, но до этого бы, может, не дошло. Я же не могу сразу всё охватить. Мне нужна вторая. 50% хотя бы кухни закрывала. Чтобы, допустим, женщина, девушка, моя жена Вика. А я уже более физическую работу. Если бы её не было, меня бы тыл никто не прикрыл. Я бы не справился. Я бы опустил руки и сказал, да, ну, зачем мне ломать спину? Для чего? Если бы, вот когда мы с Вовой познакомились, если бы он мне тогда сказал, что мы с тобой уедем в деревню, там, каким-то фермерством заниматься, я бы сказала, не-не-не, до свидания. Это не ко мне. Нет, ну, просто всё само как-то плавненько, скажем так, с одного вида деятельности перетекло в другое. И это было вовремя на тот момент. Вместе они стали первыми фермерами-улитководами в Беларуси. Своими руками они построили здесь всё для выращивания и разведения. А когда поняли, что получается, открыли ратов для всех. В выходные сюда могут приехать до 200 человек. Они сами проводят экскурсию с погружением в улиточный мир, ведь давно знают, что имеют дело с удивительными созданиями. У них всегда высокая частота остаётся. Что такое высокие частоты? Низкие частоты. Депрессия, расстройство, там, обида, жолоба, зависть. Ну, вот такие сопутствующие всё. Высокие частоты – творческий процесс, счастье, радость. Ну и тоже сопутствующие. Вот у неё всегда они такие. Она другой не может быть. Теперь в сезон штат улиток здесь составляет от 5 до 7 тонн. За их покупкой обращаются рестораны всей страны. Готовят для своих гостей. Ведь нет ничего лучше завершения экскурсии деликатесом. Вот, кушайте, наслаждайтесь. Я уже привык к этому. Вот как бы я уже понимаю, что произойдёт дальше. Ну, конечно, люди настроены скептически. Выходят, которые более там... Городеятельность другая, и как бы сельскохозяйство или там кухни, то есть приготовление пищи, не участвуют в ум. Но с первой улиткой один человек показывает, там, взрослый более там, с ней с группы, более смелый. И все тогда смотрят, понимают, что не страшно, начинают кушать. И потом, конечно, благодарят. Я их благодарю тоже, что посетили нас. Как наблюдать итог своих каких-то действий, своей работы, своего труда, на самом деле приятно. Особенно, когда благодарят, там, говорят у вас... Хотя мы понимаем, хочется всего и сразу. Хочется вообще здесь чуть ли не замок какой-то построить для приёма гостей. Ну, в принципе, это и не надо. Это на природе, в деревне. И нам это не надо, в первую очередь, что-то настраивать. Ну, хочется, конечно, усовершенствовать. Но когда люди приезжают в те условия, которые у нас есть сейчас, и говорят, что у вас круто, у вас приятно, это, конечно, ну, прям класс. Думаешь, работаем не зря. О мечтах и планах на будущее Владимир говорит, что не загадывает дальше недели. И до сих пор выводит свою формулу счастья, проживая каждый день так, чтобы тот самый свет шёл изнутри. Я всегда просыпаюсь, знаю от мудрых людей, благодарю солнцу, что я вижу его. Стою, у меня там турник висит, я растягиваю позвоночник после сна, выравниваю. И выхожу на солнце, смотрю и благодарю. Вот что я делаю. Что? Оно есть. Я вижу его. Тепло есть, вода. Жена. А чём тут? Чё напрягаться, если всё есть у тебя? Живи, радуйся, делай. Интересно для общества. Чём бы нет. Я такого сторонника процесса в обществе.